привет дорогие друзья вы на канале колдунблог с вами катеров танки сегодня у нас тут новинка вот недавно вышедшее обновление нам добавила столь недостающих тяжелых танков ветки советской которая так уже было две линейки тяжелых танков хватало но решили еще добавить будет три линейки и скоро будет на 4 линейки ст в общем советом явно это не хватает ну что там китайцы с одной там веткой по каждому направлению да что там чехи это ерунда все вот советом не хватало советов расширить и решили и в общем сейчас у нас есть такой интересный танк 258 т10 никуда не делся в общем но самое забавное что в топе то ничего не поменялось поэтому это все такое интересное решение вот и 250 257 прошу прощения я в общем его воспринимаю вот принципе как и т10 это оба танка быстрые тяжи быстрые тяжи такие своеобразные вот но он более компактный он в целом немножко медленнее чем ты 10 набирает скорость но при этом он потом когда ее набирает он динамичнее явно чем-то 10 становится вот и в общем я этот танк воспринимаю как такое тяжело бронированные ст потому что ну как бы по броне он тянет до тяжа разве что по башне да а по части как бы скорости он вот реально близок таким вот машинам средним но при этом сохраняющие динамику близкую к средним танкам да вот но при этом это тяж с присущим броней мощью орудийная и так далее живучестью до которой почти 2000 что очень даже неплохо на девятом уровне вот и к сведению мире у меня экипаж здесь нулевый вообще практически у них ничего не прокачано нет ни лампочки ничего ремонтом на низкой процентов прокачанного одного или двух вот но это связано с тем что нас раскинули шведку да то есть опытный экипаж остался на т10 а вот а этот как бы у нас здесь сидит вот вот так вот ребята ну собственно разговор не об этом будет в общем сам бой по себе который очень неплохо развивался на старте вот это я вообще не мог понять куда там снаряд улетел сквозь танк пролетел наверно у нас вообще игра конечно порой удивляет непонятными происшествиями в общем так как как я уже говорил неоднократно я сильно много сейчас не играю в танки да и вообще вот и вот это вообще обожаю эту арту наносит минимум урона на боеукладка улетает аж бегом и это будет повторяться несколько раз и повторяется во многих боях вот и получается так что заходишь иногда просто время есть немножко до поиграть и в общем тебя нормальное спокойное настроение вот ты как бы ну настроен ну отдохнуть до world of tanks это не обычная рак кстати обратите внимание как я вот этот приемчик вот смотрите запомните то есть когда там двор то задрота сидят да у них у всех стоит алинии мир картоха про это не знает конечно же много лет она не знает про это бедные несчастные им не докладывать статистика не показывает и так далее и в общем они фокусе от тех у кого нормальная статистика у кого топовый танк то есть нафиг им там а-44 там сам по себе танк не сильно опасная да там и статистика уже как бы и вторую роль играет и танка даже если у нее статистка близкая к моей танку не очень опасно поэтому плевать на него какие-то 54 образец медлительный вот поэтому они меня фокусят и будет весь бой меня фокусить это опять же случайно картоха про это ничего не знает у нас статистов не фокусят нет и даже до зелень даже таких статистов скажем так обычных зеленых которые в игру не сильно часто заходят да вот не задрачивают там по тысячи боев на т-67 чтобы выкачаться в синий и фиолет а вот но все равно и таких тоже фокусят имейте ввиду но картоха про это не знает поэтому это не существует в общем когда бьет по моему арта да вот с тех позиций вот сюда подъезжаете они вообще не могут попасть они все время попадают вот эту вот конструкцию водонапорную как я понимаю и все ничего не могут сделать вот смотрите в принципе я неплохо здесь все правильно рассчитал да неплохо и правильно вот потому что забрал я один танк еще там продамажил один прорвали мы направление если здесь у нас светляк не был таким дебилом и не слился в начале боя то он бы сейчас нам неплохо посветил и мы часы просто прорвали эту оборону на самом старте и все было бы замечательно вот и здесь на ритях выпасаю съесть ух на 590 слетела что хорошо в этих пушках да и кстати не интересная черта этого танка у него сам по себе неплохая стабилизация то есть в отличие от и 10 у которых в целом пушка то лучше да она мощнее она быстрее сводится и проще но отстав почему-то у этого танка как мне кажется я конечно могу сказать сто процентов но вот как мне кажется у него стаб целом получше будет вот потому что мне там на т10 пришлось стабилизатора ставить чтобы добиться вот схожей стабилизации пушки здесь как бы все более-менее вот но суть продолжаю в чем что ты заходишь с хорошим настроением с нормальным по крайней мере настроем спокойным поиграть немножко получить от игры определенное удовольствие эмоции на там какие-то результаты это мной все результаты это там в принципе пофигу это у нас болезнь статистов у них результаты опережают смысл игры и смыслом они игры для них уже и стали для некоторых и смыслом жизни вот но суть состоит в чем досмотреть все четыре образец молодец слился шикарно спрашивает что ты подперся посреди поля непонятно и челленджер ну челленджер ладно он проскочил да он проскочил но опять же он проскочил и остановился то есть блин стоит и на месте до ездит т-71 на автоприцеле лупит пофигу и в общем тебе хорошее настроение все ты думаешь поиграешь принципе тактика правильно да вот сейчас бы вот м41 револирулись да ну допустим они там бодались еще и понять могу да вот ему сейчас приехать мне на помощь у него шикарный обзором вы мог здесь помочь мне но суть не в этом смотрите на комментарий гудлуки пишет 257 олень на ровном месте то есть чека вообще не трогаешь он поехал слился это дно по собственной вине слилась у этого куска гуана сейчас плохое настроение он начинает просто тебя цеплять да смотрите пишет что дед 52 просто сын шлюхи п да ну то есть просто бы вот ну на ровном месте я молчу про то что ну за такие слова ему уже можно было в челюсть зарядить так чтобы он запомнил надолго вот теперь еще один специалист в лаке да ну это же пишет только там ну понятно кто да поедет на тяже на поле и тут еще дать что за мразота ну и понеслась то есть два каких-то извините а мастера начинает вас поливать грязи на ровном месте то есть я захожу в игру до под вечер да у меня немножко времени есть здесь кстати смотрите я допускаю ошибку смотрите сразу меня фокусят то есть никто мне здесь не поехал на помощь это понятно да у нас игра такая ошибка какая вот меня бьет арта сразу фокус это не помимо бить не надо мне сюда возвращаться было у меня дело в том что поняли не стоит оптики экипаж неопытный обзор у него паршивенький сейчас лампочки тоже нет соответственно пока экипаж выкачается он будет страдать конечно от этого нехватки обзора либо надо оптику стоит но я не хочу оставить у меня стоят модули на повышение общее там но вентиляция до усиленные приводы наводки и ремонт стоит большая ремка потому что у меня экипаж не прокачан стоять на гусле это без ремки это вообще все уничтожит пока не выкачу ремонт тоже буду с ней ездить там уже будет видно здесь естественно не мог знать что он меня уже виде да мне надо было сюда сворачивать вилять и просто уходить пусть он там разрядил бы свой барабан пофигу главное что арта вот она одна выстрела 2 и все вы уже можете оторваться и уйти в расположение вот этих вот классных пацанов которые там короче сделали вид что них там гнездо орлина и они сидят там и кукуют понемножку вот и главное что вы как бы вблизи поддержки у вас подсвет будет да вот смотрите я неправильно сделал я остановился вот начинаю бить наугад и возвращаясь я думал достать т71 объясняю суть в чем если меня допустим не поливали грязь два этих и практически не очень хороших человека да вот то я бы не отвлекся поехал бы дальше и спрятался бы за холмиком у респа и там бы ждал вот но на меня смотрите что они пишут да то есть просто на меня вливается сейчас куча грязи и меня начинает фокусить еще артиллерия на время вражеской смотрите все бьют по мне классные пацаны там стоят револироза наконец-то разродился ему дошло у него оказывается все таки голова иногда работает во время боя такое ощущение было что на нее только в ангаре ну и все видите на меня начинает фокусить я отступаю задним ходом чтоб лобовую броню и не подставляться только сейчас мне доходит что это была ошибка надо было на 1 сразу валить я понимаю что я не уйду если я буду задним ходом отходить мне надо просто вилять и рвать когти да вот наслушался гадостей заблокировал я этих двух к конечно не очень хороших людей револироза увидел что она отступает и я буду драпать чушь мне рисковать да у меня обзор там бешеный у этого танка шикарнейший обзор не я не поеду ну это ж страшно когда тебе надо было там быть ты блин извините что-то там под мостом делал до рыбачил наверно вот а сейчас уже что с меня сняли 1000 хп артиллеристы да на ровном месте из-за того что два этих не хочу выражаться в общем испортили настроение во первых отвлекли отвлекли а эти которые должны помогать они стоят на своей волне ладно к вафель пазику претензий нет он там на своем направлении тащил держал молодец вопрос к артиллерии которая столько времени занималась наверное тем же самым чем занимался револироз под мостом а вот и сколько я там катался помощи я там не дождался уже можно было мне кажется по трассерам ту артиллерию выцепить я как опытный артовод вам могу это сказать с огромной уверенностью сколько выстрел по мне было это надо быть не просто кретином артиллеристом кретином настоящим чтобы по трассерам кого-то не подловить потому что столько выстрел был уже наводишься на то расположение базы уже ты будешь видеть все я доехал сюда я уже злой я им сейчас напишу что идите вы короче ребята нахрен раз вы помогать не хотите сами воюете все до свидания револироза конечно еще то чудище светить он не захотел поехал в итоге артовод наш светить не светить чем мне уже дважды выбили боеукладку вот помощи ни от кого я не дождался все откатился я уже в расположении наших войск потому что выхода другого нету ну в общем вернемся к тому чего начинали то есть у нас так устроена получается игра вы заходите и у каких-то два извините дебила вас начинают поливать грязью на ровном месте по результатам боя оба слились с мягко говоря не очень хорошими результатами да про 1390 ладно я молчу тот он конечно начал гнать он начал мать но он хотя бы в рамках держался тоже писал этот из 3 но это еще полный дегенерат вот таким я сразу говорю сразу выписывайте им жалобы сразу же пусть их банят и что самое интересное из 3 у него ну да пушка похуже башня очень неплохо бронирована очень принципе неплохо динамику этого танка и не лобовая броня корпуса такая же как у 257 он мог бы там показать очень хороший результат но кого кто виноватый оказался его проигрыши 257 который поехал на другой фланг больше никто не виноват конечно же конечно же конечно иначе и быть не может не он виноват в том что он слился как дно да не смог показать нормальность виноват 257 который тем что рванул туда отлег на себя кучу войск весь бой практически на себя агрил артиллерию позволял им спокойно там обороняться никто по ним не стрелял забрал парочку танков вот из тех неплохих которые могли прорваться и перебить нашу артиллерию вообще в этом курятнике навести порядок конечно виноват 257 конечно и то что в этом бою покажет топовый результат да один из топовых это ни о чем не говорит вот два классных пацана 1390 есть 3 год локи хорошая удача да и дед ну понятно короче говоря дед танковый дед такой в общем ну судя по его манере общения он ну совсем уже дед такой в общем нехороший злой дед злой плохой вот и получается вас просто бы обливает грязью на ровном месте да все из-за этого в принципе ну из-за того что там как я уже говорил светляк нашлился как последнее дно не удалось к сожалению вот здесь быстро зарешать хотя можно было на этом фланге реально зарешать вот здесь я уже только-только свелся но к сожалению конечно у тебя же сведение такое как у птш вот и получается что мы все-таки в итоге затащили этот бой да то есть суть состоит в том что несмотря на всю эту критику и прочее все равно бой затащили и смотрите все весь бой по мне стреляет артиллерия практически только мы сюда заехали да на там немножко постреляла минутки две-три по одному флангу и все весь бой она стреляет только по мне да я не знаю же картоха что придумала какой-то приз поощрительной за это да фокус это одна артиллерия но они не замечают я не знаю ну ребята я понимаю что у вас там много проектов кучу компаний по это вы купили ну блин вы давайте как-то там не знаю не спите ну реально ничего где компенсация весь бой метили меня артиллерия декомпенсация где там уже награда за танкование там чего-нибудь такое нет до сих пор помине это сложно не это делать не будут лучше еще веточку новых танков запилить короче вот такая вот история грустная поучительная к сожалению к сожалению вот такое вот быдло это отличительная черта нашей игры да вот то есть сливается это кусок г и сидит вас поливает грязью просто и портит вам настроение говорит что попало не задумываться но все же герои когда пор уже не прилетит до сидеть там по ту сторону экрана а вот и можно говорить все что угодно да вот что я рекомендую вам да конечно сразу блокируйте сразу они конечно все равно будут продолжать наукивать вашу команду продолжать говорить гадости я наверно в каком-то смысле даже специально не отключал эти комментарии довольно долго я хотел посмотреть до какой степени низости они еще могут дойти ну то что же начал писать вот это 952 dead 999 dead 52 это конечно вообще ниже плинтуса вот то есть вот сущность наших наших вот игроков процентов таких 10 12 может быть 15 вот такого вот быдло откровенного сразу их блокируйте потом запоминайте кто писал если бой напряженный вы не можете еще сразу им выписать жалобу после боя заходите руки выписывайте им жалобу обязательно и блокируете на хрен просто чтоб они вам больше никогда ничего не могли написать пошли не на хрен вот это таких вот отморозка надо сразу ставить на место и поверьте с большой вероятностью после того что они там написали они получат баны и они принципе их получат заслуженно я вот им сейчас прям говорю ребята никто не виноват вашей криворукости если вы сливаетесь это ваша вина вот а не то что какой-то тяж поехал на другой фланг вы там могли спокойно затащить вы могли не лезть вперед от тащиться назад вытащить их на артиллерию и там встретить вы лезете в город в самую гучу лезете туда там вас зажимают сливают кто виноват вот сейчас тяже где-то там в руку а вот он виноват в общем такая история в общем не думаю этот у нас выпуск будет продолжением уже давно не выходили серия больших профессионалов вот это будет там это будет вполне заслуженно но от вас конечно лайк а